Музыльмане обязаны молиться пять раз в суд, каждый раз стоит молитвы, старинный, специальный человек, муазид, поднимался на самый-самый, В наши дни вообще редко кто подымается наверх. Кстати, не все мечети имеют минареты, потому что эта конструкция не дешевая, и в техническом плане не так-то просто ее построить. Уникальность же этого минарета заключается в том, что это самый старый минарет юго-западного Крыма, то есть ему более чем 400 лет. В принципе, самый древний храм каменный в Евпатории. Итак, кто такие дербиши? Дервиш. Само слово дербиш – персидское, и переводится на русский язык как «нищий». Но имеется в виду «нищий» не в материальном плане, а в духовном плане. То есть всю свою сознательную жизнь дербиши занимались поиском Бога, поиском истины. Но в старые времена не было ни богатых библиотек, ни газет, ни интернета, ни телевидения. Поэтому дербишам приходилось много путешествовать по миру, чтобы лично общаться с мудрецами и ученым, чтобы учиться у них напрямую. И дербиши встречают не только в странах мусульманского взлока, но и в Индии, Китае и даже Западной Европе. Путь дербиша был крайне непрост. Дервиши часто путешествовали пешком. Им приходилось пересекать широкие бескрайние степи, безводные пустыни, ночевать в глухих, дремучих лесах. Бывало такое, что во время странствий на них нападали дикие звери, даже разбойники. Но дербиш никогда не унывал. Во время своих странствий он учился наблюдать не только за негативными моментами, но и за положительными. Наблюдая за природой, дербиш видел в ней гармонию, а в гармонии божественную красоту. Жизнь человека дербиши видели как путь, как путешествие к Богу. А в жизни человека, как и путешествие дербиша, тоже встречается и хорошее, и плохое. И то, и то нужно пережить. И понятие путь – это одно из важнейших философских понятий в старые времена для дербиша. И поэтому сейчас вы услышите музыкальную композицию, которая посвящена концепции пути. Внимательно вслушивайтесь в мелодию. В ней вы услышите горе странствий, и в ней вы услышите радость странствий. Итак, данная мелодия посвящена пути. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И если человек говорил, я тебе дарю, все, проблем не было Единственное было правило, что не Дервиш руку протягивал, а ему давали там деньги, пищу, а он вот так сверху забирал, считалось нормальным Поэтому на старых картинах и гравюрах Дервиш изображают людьми вполне здоровыми и упитанными То есть они не голодали, питались нормально, как и все Также есть миф о Дервишах, что это мусульманские монахи А это не так, потому что монашество предполагает принятие ряда обетов И самый важный обет для любого монаха, это обет без брача У Дервиши такого не было То есть они могли жениться и даже выходить замуж То есть теоретически женщина тоже могла быть Дервишем Но практически это бывало крайне-крайне редко Тем не менее, подобные случаи в истории зафиксированы И когда Дервиш женился, уже не странствовал по миру Он жил со своей семьей И лишь не обрядов, если он поднажал к этому братству То он мог сюда приходить и принимать их участие Кстати, Дервишиство или суфизм, хотя это не совсем одно и то же Это не какая-то отдельная религия Это такое мистическое, аскетическое течение в рамках ислама Поэтому к Дервишам отношение всегда было неоднозначно То есть в некоторых странах мусульманского Востока их уважали За бескорыстие, за готовность помочь в трудную минуту За то, что Дервиши всегда стремились говорить правду, в том числе и правителя Что в старые времена не так было распространено, как сейчас Они очень были уважаемы в обществе, потому что это был некий источник информации Поймите, вот это сейчас у нас есть интернет, есть газеты, есть телевидение Мы узнаем, что происходит в мире А в старину такого не было А Дервиши ходили из страны в страну И вот когда Дервиш приходил в какой-либо город многолюдный Его обступала огромная толпа Купцы спрашивали, сколько стоят товары в том или ином городе, в той стране Военные спрашивали, а ты видел, какие крепости в соседней стране, в городе Политики спрашивали, а как относятся к правителям То есть это был некий такой источник информации Поэтому Дервиши были очень полезны в этом плане Но с другой стороны, их преследовали и продолжают преследовать, как еретиков И вплоть до убийств даже это продолжается И в наше время отношение к ним точно такое же В чем суть проблемы? А суть проблемы заключается в том, что большинство дервишеских братств Использовали духовные практики для вхождения в транс Зачем это нужно? Дело в том, что Бога можно изучать двумя основными способами Первый способ – рациональный, с помощью разума То есть человек берет священную книгу Допустим, если христианин – Библия, если мусульманин – Коран Но обычно у каждой религии есть свое священное писание То есть человек его открывает, читает И пытается с помощью разума осознать Что есть истина, что есть Бог и как нужно жить А есть понятие в религии ведения Называется оно мистический опыт Это когда человек напрямую общается с Богом Либо с его посланником Например, пророк Моисей общался с Богом Ему не нужно было читать никаких книг Он знал, что есть Бог и что это истина И вот в разных культурах, в разных религиях По всему земному шару есть люди, которые верят Что в это состояние можно войти искусственно Если вести себя в транс И вот если мы берем мусульманский восток То это как раз движение дервиша Существует очень много разных способов вхождения в транс У каждого ордена могла быть своя методика Своя традиция Кто-то мог использовать медитацию Кто-то дыхательные практики То есть дервиш садился, начинал дышать С определенной силой, с определенной частотой Звук дыхания напоминал звук мнущегося полотна пилы И дервиш ходил в транс Дервиши же, братство Мим-Леви В храме, в котором мы с вами находимся Они для вхождения в транс Использовали кружение То есть слышите, какая здесь хорошая акустика? Видите вот углубление в угол? Вот там раньше находился глиняный сосуд Который звук усиливал Ну а здесь за вашей спиной располагался небольшой шрубокончик Там сидели музыканты То есть кружение под музыку проходило Здесь же не было никаких стульев, столов То есть было открыто пространство И все застелено деревянными досками Итак, звучит музыка Здесь стоит шейх, учитель Ходят дервиши Они друг другу кланяются И начинается кружение Дервиш поднимает правую воду вверх Так как они верили, что через кончики пальцев Человек связан со вселенной Левую руку он опускает в ладоню вниз То есть дервиш берет благодать от Бога Пропуская через правую руку Через свое сердце Через левую руку Это благодать он отдает людям И дервиш начинает кружиться И кружится так до тех пор, пока не входит в транс В среднем это может занимать около двух часов непрерывного окружения Понятно, что для новичков нужно меньше времени, чем два часа А для мастера даже больше Потому что каждый раз вестибулярный аппарат тренируется И дервиш ходит в транс В трансе люди ведут себя по-разному Кто-то садится, кто-то падает Кто-то говорит, что слышит голос Бога Кто-то говорит, что видит его И даже сливается с ним Иногда вы, кстати, дервиши могли кричать Я Аллах, то есть я Бог Я слился с Богом И вот это как раз одна из главных причин И проблем конфликта с традиционным исламом Кружение дервишей в том числе символизирует веру в Бога Потому что вера это то чувство, которое объединяет всех людей Вне зависимости от их пола, их социального положения и цвета кожи Вера объединяет всех И сейчас вы увидите элемент кружения, который посвящен вере Внимательно слушайтесь мелодию, сматривайтесь движения Данный элемент посвящен вере Субтитры создавал DimaTorzok 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 Это место для проведения духовных и мистических обрядов, отдыха после них и молитвы. То есть, дервичи здесь не жили. А в этом, в частности, указывает факт, что это помещение не отапливается. Ну и, как мы уже с вами говорили, дервичи объединялись в общины, в ордены. Свои общины они называют тарикаты. Слово тарикат или тарихат переводится как путь, потому что жизнь человека дервичи видели как путешествие к Богу, как путь к Богу, путь к истине. Потому что истина – это одно из имен Бога. А так как людей много, то и путей к Богу много. Соответственно, дервичевских братств также насчитывается немало. Ученые насчитывают более ста дервичевских орденов. Это же такие братства Мевлеви – вертящихся дервичей. Возник этот орден в Турции в XIII веке благодаря выдающемуся деятелю и поэту Джаладину Руми. Руми жил в непростую эпоху. XIII век – это эпоха христовых походов. Это постоянные межособные войны. Это возникновение молодого монгольского государства. Которого начинает движение на Запад и всех завоевывают. Мусульманские, христианские страны. Льется очень много крови. И в эту эпоху Руми призывают отказаться от войны и все решать миром. Что в наши дни кажется естественным. Но в XIII веке это было очень прогрессивно. Потому что тогда люди не понимали, как можно, скажем так, решить серьезную международную проблему без армии. Но это одна грань его личности. Другая грань составляет то, что это был величайший поэт. Поэт, о котором спорят. Потому что турки утверждают, что это их поэт. Ведь большую часть жизни географически Руми прожил на территории современной Турции. Умер в городе Конья. До сих пор есть такой город. Есть могила Джаладина Руми. Но наследники персидской цивилизации утверждают, что это их поэт. Ведь свои произведения он писал на персидском языке. Но так или иначе, это был выдающийся поэт. Наследием которого является Весневин Аманови. Что переводится как поэма со скрытым смыслом. Это сборник стихотворений в виде притчи о человеке, о его роли в этой жизни, об отношении с Богом и с другими людьми. Центральное понятие, которое пронизывает всю поэзию Руми, это любовь. Любовь к Богу, к миру, к людям, любовь к женщине. По объему Весневи равна Илья, Денисея и Гомера. С точки зрения художественной литературы, написанной на высочайшем уровне является расстоянием всего человечества. Поэтому 2007 год, ЮНЕСКО, объявил его годом Джаладина Руми. То есть вот такой был выдающийся человек. Ну а после его смерти в 1273 году возник орден Евлеви. Ну и так как понятие любовь было одной из важнейших в духовной философии Руми, а орден Евлеви наследники его философии, то и кружение в том числе и символизирует любовь, любовь к Богу. Потому что любовь это то чувство, которое объединяет всех людей, вне зависимости от их вероисповедания, их пола, цвета кожи. То есть любовь объединяет всех. Вслушивайтесь мелодию, всматривайтесь движения. Данный элемент посвящен любви. Субтитры создавал DimaTorzok 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 То же самое и в этом мире. Истину до конца не дано познать никому. Но, тем не менее, Дервиш наполнен надеждой, то есть его сердце наполнено надеждой, и каждый вдох-выдох наполнен надеждой на то, что следующий день будет лучше, чем сегодняшний, что придет новая любовь и придет новое знание. То есть надежда наполняет жизнь Дервиша. И сейчас вы увидите завершающий элемент окружения, который посвящен надежде. Потому что надежда это то чувство, которое объединяет всех людей, вне зависимости от их социального положения, от их политических убеждений, от их поводов. То есть надежда объединяет всех. Это завершающий элемент. После этого элемента наши Дервиши отправятся в путь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Дело в том, что дервиш может покружиться перед публикой, но в транс входит только в присутствии своих, то есть в таких помещениях, на которые посторонние не допускаются. Второй вопрос, который довольно часто дают, связан с количеством келей. То есть здесь определенное количество келей в храме, 19 всего. Некоторые думают, что столько же и дервишей должно кружиться. На самом деле это не так. Кружится столько дервишей, сколько есть на данный момент. Допустим, есть 5 дервишей, кружится 5. Есть 8, кружится 8. Это не принципиально. Как же дервиш себя выбирает келью? А выбирает он себе ее интуитивно. Вот он кружится, кружится, потом входит в транс, а потом идет в ту келью, куда его тянет. То считается, что энергетика кельи совпадает с энергетикой человека. Ее даже можно почувствовать. Для этого нужно зайти внутрь, закрыть глаза и прислушаться к своим ощущениям. Если человек ощущает тревогу и неуютность, то значит и подходит ему эта келья. Ну а если он чувствует спокойствие и умиротворение, то значит подходит. Все довольно так просто. Экскурсия в келью, дервиша. Сюда должно тянуть или не тянуть? Меня вот затянуло сюда. Видимо, мне и так келья подходит. Снимать можно ничего? Можно снимать. А Гуржиев был дервиша? Ну я не слышал этого. Слышал, что он использовал кружение, но с точки зрения его жизненной позиции. Как он это вообще? Я его точки зрения не знаю, как он себя позиционировал, вот эти свои практики, как он позиционировал. Просто есть некая традиция, да? Ну, либо он принадлежал, он вряд ли принадлежал какой-то традиции, да? Говорил, я там, не в леви. У него было свое видение. Просто как это объяснить, видимо, либо это отдельный тарикат, путь, как бы сказали дервиши, либо просто он это заимствовал и использовал для своих целей. То есть дервиши не просто, что они там кружатся, еще что-то делают. Есть же некая философская основа объяснить, зачем это все делается. Вот у Гуржиева, я не знаю зачем, тоже как познание Бога, ну, вряд ли он был в леви. То есть учителем вы не считаете его, да? Одним из учителей? Ну, именно если что, брать учителя шейха, ну, мы в леви, ну, это он не может по параметрам, по традиции, не может подходить. Ну, не только Гуржиев, у него, в принципе, гонится. Спасибо. Спасибо.